Назад, посад слабая, это тоже защита? Бомб можно ломать, есть боксеры, которые навстречу бьют, специально, чтобы травмировать кисть. Привет, друзья! Вы смотрите канал «Боевые ботаники» и сегодня у нас снова «Школа бокса» с Русланом Акумовым. На этот раз мы будем разговаривать про работу на средней дистанции. Сегодня в 3 часа ночи Руслан написал мне и попросил взять с собой кроссовки, потому что в прошлый раз он где-то нашел такой комментарий. Увидел ролик «Школа бокса», открыл, увидел двух парней босиком на татаме в шортах ММА, закрыл ролик «Школа бокса». Поэтому, дорогие боксеры, чтобы вы наш ролик не закрыли сразу, сегодня мы в кроссовках. Слово Руслану. Сегодня мы поделаем упражнение для тренировки средней дистанции. Это не совсем стандартное такое упражнение, которое я, в принципе, сам к нему пришел со временем тренерской деятельности, которое позволяет хорошо проработать среднюю дистанцию, позволяет работать, в принципе, практически все основные комбинации на средней дистанции и эффективно переносится потом на спарринг. Позволяет закрепить до автоматизма серии, которые нужно делать на средней дистанции или технические действия, защиту, и потом это все уже закрепляется, легко переносится в спарринг. А характеристика средней дистанции? Что такое средняя дистанция? Да. Средняя дистанция чем отличается от дальней? Дальняя – это обычно высокая стойка, передвижение на ногах. В основном за счет ног, то есть все время пробил, ушел, то есть разрыв дистанции. Средняя дистанция – это больше работа корпусом, то есть это когда у нас широкая, по большей части широкая стойка, работа корпусом, и когда уже где-то не хватает работы корпуса, тогда уже подключаем ноги. Вот. И работа, то есть корпусом – это что? Это нырки, уклоны, подседы, различные сбивы и атакующая серийная работа, атакующая комбинация. В данном упражнении, то, что мы сегодня поделаем, не все вещи тренируются, но здесь большая часть арсенала можно очень эффективно отрабатывать и частично заменять спарринг. Сейчас мы с Артемом покажем примерно, как это выглядит в общем, а потом уже разберем по деталям конкретно, что туда входит, что можно применять, как это делать. Сейчас примерно такая вот работа. Мы встаем на месте, широкая стоечка такая, рядом. И первый, то есть я отрабатываю какие-то связки, Артем мой, в данный момент мой тренажер, можем так сказать. То есть он держит подставочки и работают прямые удары на меня. То есть я здесь могу прокатывать варианты защит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И слепшой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, набивка корпуса такая, классная. На самом деле по корпусу не должно быть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то я уже воскопил. Что у нас идет? Основные защиты, то есть мы устали, работа корпусом. Должна быть какая? Чтобы я был рядом, то есть вот дистанция такая, чтобы я мог его доставать, работать, и при этом я мог уйти. То есть не за счет ног, а за счет работы корпуса. Я здесь обкатываю все основные варианты защит и атакующие комбинации. Причем атакующие комбинации могут быть разные. Каждый может наложить свои какие-то. Или попробовать все, а потом уже сделать, какие закрепить, какие у него будут получаться лучше. Какие варианты защит здесь можно отработать? Отклон назад. Вот. Подставочку можно сделать. Ладошки. Уклон влево, уклон вправо. Подсед сюда, сбив внутрь, сюда ладошкой. Подставка лба. Вот иногда проверяем, чтобы партнер дождь набил. И контратаки. Спис наружу. Наружу неудобно. Не, не. Здесь я раскрываюсь под эту руку. А это получается, да, здесь эта рука немножко мешает перекрывать. Что я могу делать? Какие комбинации? То есть начнем стандартную руку делать. Уклонился вам, партнер, закрывается, я бью снизу, сбоку. В туловище, голова. То же самое, соответственно, я закрылся снизу, сбоку, в другую сторону. Вторая. Два боковых. В эту сторону. Два боковых. Вот двойка получается. Уклон. Боковой наоборот. Голова, туловище. Да, и то же самое, сюда. Боковой, туловище. Берем. Потом тройки пошли. То есть уклон стандартный. Два снизу, боковой. Сюда уклонились. Два снизу, боковой. И наоборот, можно с головы начать. То есть два боковых снизу. Уклон сюда. Два боковых снизу. Можно менять еще тройка. Получается один снизу, два боковых. То есть один снизу, два боковых. Вот. И то же самое получается. Один в голову, боковой. Два снизу. Клонились один снизу. Один в голову, два снизу. То есть такие основные стандартные комбинации. Я не считаю, что нужно делать их все. То есть тренер должен. Или включать по одной, по две. Потихоньку добавлять. По мере того, как получается. Или же выбирать конкретно какие-то свои комбинации. Вот. Что еще можно отсюда сделать? Печень отсюда хорошо отрабатывается. Вот. Боковой отсюда делается. Левый боковой. Так как грозное боксерское оружие. Вот. Можно боковой с подседа делать. Подсели. И отсюда. Кидай. То есть партнер кидай. Отсюда с подседа делать. И печень боковой. Печень боковой. Сейчас здесь отрабатываю. Ухожу. Раз. Два. Сюда. Вот работаю. Можно делать еще встречный. Один встречный здесь можно. То есть можно в принципе и вот эти работать. Встречный. Можно вот этот встречный кидать. Тут партнер кидает. Я здесь ухожу. Могу сюда встречный отрабатывать. То есть поскольку здесь есть подставочка. Сюда с уклоном. Сюда с уклоном. Вот. Здесь сложность в том, что партнеру нужно держать подставки. Даже не то, что как мне работать. А вот ему правильно держать подставки. Вот сейчас мы посмотрим. Смотрите, у меня две цели. Вот голова получается. Почему так, а не боевая защита, чтобы я мог бить в полную силу, то есть я мог отрабатывать. Я ухожу, и я в полную силу здесь могу нарабатывать удар. Здесь чуть-чуть. Кстати, к прошлому ролику был один комментарий, мне написали, что Женя, зачем ты так бьешь сильно в плечо, в подставку, покалечишь тренера, не надо так бить. Человек не знал, что ты сам сказал, что так надо бить. Плечо нормально, плечо будет крепче. Вот, но естественно, если жестко сажать, удары у некоторых спортсменов очень хорошие, плечо сохнет постепенно. Поэтому, где нет подставки, там естественно полегче надо бить. Но с другой стороны, ничего страшного, эта мышца, она привыкает. То есть вот, мы работаем. Два боковых, подставка, значит я жестче бью. Вот. То есть если он будет держать на голове, я поставлю его. Отсюда я в полную силу бить. Ну, будет как-то, это уже на мастерском уровне можно себе позволить. Для новичков вот хорошая вещь. И туловище. То есть вот он кидает ручку и закрывает сразу, получается, корпус. То есть я вот, сюда я в полную силу могу бить. И также здесь, то есть у него вот подставочка. Я здесь ему печенку бью, то есть работаю. И то же самое с левшой. То есть если он встал в левшу, точно так же работа с левшой получается. Вот два боковых, вот здесь туловище. Здесь вот только бить солнышко, сюда печенка. Но для отработки нужно бить туда чуть подальше, чтобы партнер мог держать. Или легко обозначать. Ну вот, сейчас можно попробовать потихоньку, включить потихоньку весь арсенал. По одному, по два приема мы начнем делать. Здесь с одной стороны тот, кто отрабатывает, он может сильно бить. То есть он находится все время на средней дистанции на боевой. И при этом он и шлифуется техникой, если грамотно, то есть подсказывать, следить за этим. И сильно бить получается. А второй, при этом не получая по голове как бы ударов, но при этом он привыкает держать сильные удары. Не бояться их, видеть удары. И самый большой плюс, почему вот я пришел к этому упражнению. Потому что обычно как отработка. То есть встали, в какой-то связке поработали. Углон там серия, уклон серия. А потом встали в спарринг. Следующий этап. И не факт, что если мы делаем среднюю дистанцию, например, да. Здесь я сколько там отработал. Ну раунд два, поработал три на средней дистанции. Потом переходя в спарринг. А на средней дистанции, если я не мастер и мы партнер там, где мы можем поставить друг другу, попить, позволить. То средняя дистанция в спарринге займет очень короткий промежуток времени. И я не смогу это закрепить долго. А здесь мы можем находиться, то есть на этой средней дистанции очень долго работать. Привыкать я на этой боевой дистанции. Начинаю расслабляться. Начинаю видеть удары. Начинаю чувствовать дистанцию. Я понимаю, когда я могу бить сильно, когда легко. И это потом легко переносится в спарринг. То есть для меня это становится естественно просто уже. Важный момент. Средняя дистанция. Нужно постоянно закрываться. То есть постоянно защита. Здесь вот сейчас Женя будет делать. Поскольку мы школу не занимались. И будут ошибки сразу. Сильно исправлять нам сейчас некогда будет. Но надо будет показать упражнения. На средней, на ближней дистанции, когда идет серийная быстрая работа, не очень сложно. То есть если руками я перекрылся, одно дело. А если я где-то что-то делаю, у меня куча дырок появляется. Поэтому моя задача максимально закрывать их. Потому что реагировать очень сложно. Здесь надо такую феноменальную реакцию иметь. Чтобы успеть на какое-то серийное действие везде перекрыть. Поэтому мы должны максимум закрыться. И вот здесь, когда мы работаем уклончики. То есть я начинаю проверять. Плечико у меня здесь. Рука. То есть я максимально закрыт. Сюда я ухожу. Я закрываюсь. И соответственно пробил. И тут же я все время пытаюсь перекрываться. Отклоняюсь назад. Перекрываюсь. Сюда. Плотседы делаю. То есть я должен быть все время закрыт. Не отводить руки без замаха. Потому что здесь, если я так отхожу, мне легко быстро меня контратаковать. Времени очень мало. Поэтому я должен делать все коротко. Ушел. Тут же отвечать. И тут же быть закрытым. Партнер как-то может тебе помочь? Если ты не закрываешься. Он должен тебя поспешать по голове. Да. Как раз вот здесь вот. Ну как я ребятам даю. Я говорю, что первый это как персональное занятие. То есть первый стоит и подсказывает. То есть, например, сейчас Артем, например, будет работать. И специально какие-то ошибочки делать. То есть он уклоняется. Он не держит плечо. Да. Вот открыт. Я ему говорю, плечо. То есть я ему показываю. То есть уклонился, например, рука. Я говорю, рука. Да. То есть я слежу за его ошибками. Я ему подсказываю. И при этом я тоже тренируюсь. Потому что я учусь замечать ошибки партнера. Которые потом в спарринге я смогу использовать. И то есть здесь я не только манекен. Я, получается, его исправляю. А когда, как правило, ты исправляешь других, то ты уже сам, когда ты там сто раз кому-то скажешь, как не надо делать, ты уже сам не сделаешь. Развивается боевое мышление. То, что самое сложное для новичков. Новички приходят, им показали. Но только спарринг. Боевое мышление отключается. То есть начинается, что делать, как делать. То есть все. Здесь все просто. Три броска, два удара. Ты делаешь, ты все понимаешь. По мере получается добавляешь следующее, добавляешь следующее. Мы ограничили арсенал, мы встали. И вот у нас там четыре защиты. Там в начале три атаки. Все просто. Партнер подсказывает, видит. Ты видишь. Потихоньку усложняем, усложняем. Потом задача будет уже фантазировать здесь. То есть уже как бой. То есть ты можешь сочетать эти все связки в любых последовательностях. Там пробило снизу сбоку. Потом ушел снизу по корпусу. Но сделал печень. То есть вот эти сочетания уже получаются, как кубик рубика. Это там четыре, там пять цветов. А ты вот начал, там уже такие сочетания получаются. Их тысячи там уже получаются. И противник не будет знать, что от тебя ждать. А ты своим арсеналом уже можешь управлять. Повторные атаки, там тройные, двойные. По четыре атаки. То есть плотный бой, когда ты постоянно атакуешь, уклоняешься, атакуешь. В спарринге это очень сложно тренировать. Потому что противник бьет. Во-вторых, на средней дистанции сложно задержаться долго, если ты не очень опытный. Даже ты можешь быть опытный, а партнер не настолько опытный. Он тебе не позволит будет уходить или там клинчевать сразу. А здесь это все легко прорабатывается. Причем, когда это опережает спарринг. То есть, когда, например, выучили технику каких-то ударов простейшей защиты. Начали делать это в этом упражнении. Там, поделали там месяц. И потом начинается спарринг. И ребята уже непроизвольно начинают работать. Сейчас давай самое простое. Снизу по корпусу, боковой в голову. Два боковых куча, два боковых. Артем держит подставочку. Ставай боком немножко. Пошире ноги здесь. За счет корпуса ты должен уходить. Сейчас просто давай уклон и женимся. Раз. Раз, да. И назад отклон. Вот три вещи. Да. Только отклон назад с плечом немножко. То есть, прикрываться. Не опускай руки. Подставка от ба. Еще потихоньку попробуем. Вот. И вот все-все. Вот эти четыре у тебя уже защиты. Углон влево, углон вправо, отклон назад. Поставку ба это тоже защита? Да. Только не бить сильно, не ломать руки. Лбом можно ломать. Есть боксеры, которые навстречу бьют. Специально, чтобы травмировать кисть. То есть, просто чуть опускаешься. Здесь чуть-чуть ты вот оттягиваешься. И на конце уже удара, когда он уже такой немножко не проникающий, не проходит сквозь голову, он уже начинает останавливаться. Ты немножко ставишь лоб. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы партнер точно бил. Потому что, когда ты начинаешь могу уклоняться, он уже начинает тебя ловить в разные стороны, а не бить центр. Здесь важно, чтобы он бил центр, чтобы ты правильно уходил. Вот. И когда ты подставил, то есть, он начинает где-то, ты ставишь лоб, а удары идут мимо. То есть, и понимаешь, что он начинает бить правильно. Второе, то, что такая хорошая вещь. Еще на тренировках по боксу, когда ходил, нам говорили, что перейдите, поставляйте лоб для того, чтобы понять, что вы не задрали подбородок, что вы вот именно закрыты. Ты когда начинаешь, ты где-то там заигрался, начал, потом раз, лоб подставил, все, ты понял, что ты закрыт, что у тебя ни нос, ни подбородок не торчит. То есть, ты как сам себя проверяешь, свою защиту, ты видишь, что ты как в танке, в общем сказать. Давай, четыре вещи. Уклончики. Пошли. Уклон влево-вправо, сам меняешь. Вот сейчас пофантазирую. Подставка лба, отклон влево-вправо. Да, да, да. И вот просто поработать, почувствуй на ногах, чтобы тебе удобно было, комфортно. Как тебе? Смотри, когда мы уклоняемся, делаем уклоны, я должен идти немножко, где делать это? То есть, а тянемся, во-первых, я прикрываюсь, стараться прикрываться плечом, да? Потому что он может дернуть, а потом ударить второй рукой сюда. Поэтому я закрываюсь. А уклоны я иду вперед на него и как можно ближе к руке. То есть, не в сторону сюда. Вот здесь опасно. Вот здесь, под локтем желать. Опять назад, сюда. То есть, я все время сокращаю. То есть, дистанцию меняю. Его ударная вот здесь находится. Вот его, вот здесь вот ударная, можно сказать, где он пробивает. Я или назад, или вперед. То есть, я все время меняю, и ему получается сложно. То есть, найти эту дистанцию. А ты не даешь ему выбрать эту дистанцию. Давай попробуем. Раз, вперед больше, вперед к нему, да. Вот, чтобы ты видел, что ты можешь достать. И во время уклонов ты думаешь о том, что ты можешь пробить. Угу. И теперь добавляй сбив ладошкой правой. Еще одна защита. Не просто ставить. Женя, смотри. Немножко ты их сбиваешь и вниз туда идет. Угу. Такое движение кистью. Оп, поехали. Да. И вот сейчас все варианты. И подсед еще, просто вниз. Резкое движение, да. Особенно хорошо подставил лок, а потом он опять бьет. Заставляешь и в этот момент он подсел. Без поворота плечи. Добавляем. После уклона ты можешь делать два боковых. Сюда или сюда. Держи руку. Да, да, да. И вот, твоя задача сначала не торопясь, сначала не сильно, потом сильнее и сильнее доводим уже в держи подставочек. Здесь партнеру важно, чтобы он не болтал рукой. Он начинает, когда двигает, вы уже начинаете ловить, можете попасть в голову. Вот здесь вот конкретно рука приклеена. Все, поехали. Вот я все варианты защиты. Две в контратаке. И сразу же уходишь. Здесь как раз вот то, что ты не будешь оставаться, чем хорошо. Что сразу же пробил и сразу же ушел. Вот не оставаться, да. И сразу продолжаешь. Все время работа корпусом идет. Хорошо. Вот так вот. Желательно смотреть. Не просто держать там. А вот подбородок закрыть, да. То есть подбородок у тебя прижат, а ручку чуть ниже сюда ставишь. Вот. И четкая цель. Вот у тебя печенка здесь. Ну вот сейчас пока тоже только два боковых будет делать. Нет, легко. Давай, давай кидай. Ты просто кидаешь все время с паузами. И вот сейчас смотри, когда бьешь, как раз костяшки должен. Когда в лоб, ты ощущаешь, что правильно. И рука у тебя, смотри, прижата. Вот так. То есть она все время заряжена. Костяшками попадаем. И сразу же отвечаешь, да. Здесь рука поначалу. По ширине ноги, Женя, чтобы ты устойчивее станешь. Вот. Отклон. Теперь работаем снизу по туловищу, боковую голову. Здесь еще уже подключается туловище. Нужно уметь еще держать. А чем, в чем плюс защиты корпусом? То, что руки обе свободны. То есть я для контратаки очень хорошо. Если я закрываюсь руками, потом мне сложно. Вот. Здесь мы тренируем как раз работу корпусом, чтобы ты всегда с двух рук мог легко работать. Вот здесь очень важно как раз тренируется и точность. То есть я должен бить самый низ локтя. То есть вот сюда и здесь. То есть вот я самый низ локтя. Я пробиваю. То есть если партнер где-то чуть-чуть приподнял локоть, я вот сюда ему, получается, вот под локоток пробиваю. И если даже точный удар, хороший удар, самый низ локтя, то даже рука через руку пробивается, печень. Вот сюда, ну в грудак я ему попадаю. Даже если я вот так ударю, терпимо будет. Можно выдержать. А печенка вот сюда самый низ и даже локоть прям туда вбивается и сам себе пробивает. Так же и здесь. Уклонился и вот туда успеть ему ударить или под сердце или в селезенку. Но он уже знает, поэтому он закрывает. Если он не успел, то есть я ему туда пытаюсь попасть. Давайте попробуйте. То же самое. Все защиты прокатываешь. То есть ты встал в такую дистанцию, чтобы ты и назад мог оттянуться и рядом быть. Плечом. Давай, давай, давай. Поехали. Вот. Вот. И все время работать. Вот сюда. Вот. По идее вот подбородок будет. Чуть ты выше поднимешь и будет подбородок. Вот здесь как раз точность удара тоже отрабатывается. Печень, по-моему. А здесь плечо. Здесь плечо. О, сейчас хорошо. По ниже чуть-чуть. Самый низко тянется. Все-все защиты. Подседы, подстав колбат. То есть ты все время работаешь. Да. Разный. Для партнера должно быть непонятно, что ты делаешь. Если он привыкает к одной защите, ему легко тебя поймать тогда получается. Вот. Сейчас попробуй приноровиться. Чтобы точные удары были. Видишь, пока точности нет. Ты сам видишь, что еще не до конца. Фронтальная – это уже больше ближняя дистанция. А здесь вот, как фельтовальщики ты вот. Раз, раз. То есть все время. Такое вот. Попробуй. То есть левшов видишь, уже не совсем привычно получается. Практически боевая ситуация. Ты нормально работаешь. В спарринге потом это уже получается очень просто этот фрагмент сделать. Теперь добавляем уже троечки. То есть уклонился. Уклонился я сюда. Два по корпусу, боковой. То есть стандартная такая боксерская комбинация. Уклон снизу, снизу, боковой отсюда. Вот. Это третья. Да, 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 да. Вот же. И вот корпус смотри. Вот где-то рука смотри. Ты должен привыкать. Вот у него стоит, если так рука. Должен сюда попадать. То есть дырки должны… У тебя в голове, если появилась где-то дырочка в защите в обороне, ты туда должен пробивать. Я наобрат сейчас думаю, чтобы не попасть куда не надо. Чтобы было в руку, чтобы было в плечо, чтобы было в перчатку. Нет. Я же не спеваю думать, что там что-то открывается. А надо. Живот ты должен смотреть. Но ты не бьешь, смотри. Вот он держит. Не бьешь солнышко, да. Но вот здесь печень ты должен бить точно. Если он где-то неправильно защищается, ты должен туда бить. Он сразу же защиту сделает правильно. Он тренирует защиту. Ты тренируешь точные вещи. Здесь, естественно, по голове не надо там бить, потому что мы специально для этого. Попробуем. В спарринге ты должен видеть вот эти все щели в обороне и пытаться туда уже точно бить. Правый пониже под локоть старайся. Вот, вот, вот туда, да. И вот сейчас, смотри, Женя, сейчас надо попробовать вот три. Мы взяли три атаки и попробовать их уже пофантазировать, поменять. Как ты защиты сейчас делал. Так, 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 по-разному, да. И вот эти атаки поменять. А можно попробовать повторно делать. Повторные атаки это уже такое, считается, если в спарринге ты умеешь делать повторные атаки, это уже какой-то определенный уровень. И вот здесь вот, если третьей комбинации брать, например, да, углон, два боковых, уклонился с низ к боку, уклонился по животу, я начинаю уже фантазировать, то есть уже работать. Могу сюда, сразу же сюда, то есть вот работать, да, то есть все варианты, ты сюда, сюда, сюда. И уже партнер, получается, как в спарринге, он не понимает, что от тебя ждать, что ты сделаешь, да, уже не примитив какой-то. То есть и вроде бы это отработка, но уже это уже идет мысленный процесс, как работать, как защищаться. Партнер еще все время не дает тебе расслабляться, получается, ты пробил, и ты не стоишь перед ним. Как многие бывают, в отработке ушел там, та-да-да-да, и стал просто стоять там, опять ждет отработку. Здесь тут же приходит удар, как спарринг, и ты пробил, тут же должен уйти защитой. То есть любая атака, я уже говорил тогда, заканчивается защитой. Не ударом, а защитой, потому что ты должен ударить и безнаказанно уйти. Дыши, дыши, дыши. Защит побольше. Вот когда паузы, когда ты пробил и делаешь защиту, ты следишь за техникой. Проверяй технику защиты, чтобы ты удобно стоял. Чуть фронтально. Больше боком, боком вставай. Вот. Вот, молодец, хорошо. Да-да-да, вот, вспомнил про лоб. Молодец, плечико не забыл. Вот. И вот когда с партнером работаем, устает рука, я работаю тренажером, я кидаю, у меня рука устала, я сам встал, поменял, и ты продолжаешь, а ты продолжаешь свой арсенал делать, уже слившой. Устала у меня рука, я опять меняю. И в течение раунда такая работа идет. Ребята, многие спрашивали, как попасть на тренировки или там, я вот живу в другом городе, к сожалению, что не могу попасть к вам на тренировки. Есть такая возможность. Летом у нас ежегодно проходят спортивные лагеря, сборы, где приезжают все желающие с разных регионов России, зарубежья. В этом году будет у нас суперский тренерский состав. Андрей Басынин, Артем Чистяков, Ильченко Дмитрий Петрович. Информация о сборах есть в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите, задавайте вопросы, приезжайте. Будем рады все это попробовать. Даже больше, чем здесь мы можем показать на видео. И ссылка на наши сборы на группу ВКонтакте в описании этого видео. Здесь вот сложность еще уметь держать, надо переворчиться. Идеально, если ты смотри, ты плечиком закрылся, и рука здесь, то есть подбородок у тебя все время прикрыт получается. Вот так вот не совсем хорошо. Сразу ответ. Твоя задача, Женя, ты должен доставать, да. Вот, получается, ты пытаешься достать. Это хорошо. Таким трудом принялся в конструкции, что улегшилось. Хорошо, по чуть, все по чуть. Вот, Женя, вот эта стойка для приема, она же не такая, как боевая стойка, там есть в ней изменения. Просто она такая не очень естественная. Вот для этого упражнения она естественная. Это вообще не такая же точность? На средней дистанции как раз только принимает где-то такую... Не, я не про ноги, а про положение. Нет, нет, естественно. То есть, а суть-то, смотри, небольшая. Я вот здесь держу, да, ручку, или я вот здесь держу защиту, подбородок. То есть, сюда убрать, то есть, я практически, и партнер точно тренирует ударом, практически подбородок. Угу. Если мы будем делать в отработках, то я здесь тоже не смогу держать, я буду вот так закрываться. И тоже будет не совсем, вроде бы, корректировка прям точная, подбородок. Здесь печень, здесь точно, здесь точно. Плечо – это всегда подбородок, по идее. Вот если я перекрываюсь, да, вот здесь получается. А стойку потом легко. Но здесь что тренируется? Здесь группировка. Вот ты видишь, что он тебя первые удары бил, тебя сразу качало. Ты не умеешь принимать ударов. Здесь нужно именно группироваться. То есть, успевать вот это вот, садиться на удар, чувствовать момент, когда сгруппироваться нужно. И это все тренируется. Потом в спарринге. Это вообще не привычный. Ты меня поставил так вот, согнул. Я еще неуверенно себя чувствую. В этот момент еще начинают бить. Если бы я просто встал, как я там стою, я бы не шатался так от этих ударов. Да, но с другой стороны, ты на средней дистанции не работал. Если ты на средней станешь спарринг, тебя точно так же будет качать. Потому что для тебя это все новое. И средняя дистанция, и подставки. Вот. А ты должен, получается, естественно это делать все. То есть чувствовать. Потом ты в спарринге можешь так, может так. Но на средней всегда, потому что работа корпусом, всегда ноги получаются в таком положении. Атаки я основные показал. То есть мы просто берем, прогнали там одну атаку, прогнали вторую атаку, потом взяли и соединили. И чтобы сразу мозг не взорвался, тут поскольку нужно следить и за техникой и думать, что делать, то мы добавляем по одной атаке. То есть сначала одна, потом две, потом три. И вот эти сочетания. Позже там уже получается их много. Сейчас смотрите. Вот как раз ребята спрашивали, как делать короткий боковой. То есть вот здесь как раз это хорошо. Короткий левый боковой отрабатывается. То есть здесь можно, конечно, уклониться. Бить замахом такие удары. Но здесь как раз вот легко тренировать. Вот. Я уклонился. И вот отсюда. Короткий боковой идет. Так же как уклонился. И короткий печень. Можно и такой стукнуть. Но здесь получается короткая дистанция. Здесь удобно. То есть бить очень коротко. Без замаха. Чтобы это делать, в любом случае нужно сначала пройти школу. То есть нужно эти связочки поделать там у зеркала. Поделать на месте. Какую-то минимальную технику поставить. Мы сейчас об этом не говорим. Мы уже говорим, как это тренировать. Получается. Вот сейчас печень. Какие варианты с печенью, с боковым. То есть боковой можно бить с подседа. Я подсел. И практически. То есть подсед чем отличается? Уклон это когда я поворачиваю плечи. Подсед это когда практически и без поворота плечи. То есть я могу подсесть, например, отсюда бить. Могу подсесть, отсюда бить. И левый как раз отсюда очень такой нежданчик получается. Очень неприятный удар. Когда я подсел и отсюда же сразу вставая бью. Так же и с уклоном. Левый боковой отсюда короткий получается. Даже бывает. Партнер держит перчатку. Отсюда уклонился. Прямо сюда. А если где-то рука устала опустилась. Тут же. Вот. Такой нежданчик. Я описывал. Легко. Удар с передней руки. Он может быть и с опущенной руки. То есть если где-то вспарились отсюда. То есть когда не видно. С передней руки работа. На улице где-то. Короткий отсюда. Потому что вот эту, как правило, ждут руку. Ее видно. А с передней руки отсюда. Прямо снизу можно очень хорошо ударить. Там люклонился. Тут же ударил. Вот. Сейчас работаем. То есть я вот прогоняю все защиты отсюда. Работаю. Отсюда. И жестко пытаюсь бить. Чем хорошо то, что он держит подставки. Я отсюда вот взрываюсь полностью туда. Максимально. Я уклонился. И отсюда коротко. То есть вот кратчайшая траектория. Туда сквозь. Партнера бью спиной. Вот. Так же печенку. И потом сочетаем печень боковой. То есть это тоже получается связки, которые сюда входят. Печень. Отсюда. И вот туда. Отсюда. Боковой. Один. Подседа. Отсюда можно два боковых делать. Печень. Только в момент, когда тренируем. А здесь печень. Многие путаются вначале. То есть здесь смотрите. Если я какую-то связку сделал. Раз. Два. Отвечаешь. И я ухожу в другую сторону. С печенью здесь как раз. Если я ударил. И уходить сюда. Он бьет. Мне не совсем удобно. Я попадаю. Я должен два раза сделать. Уклон в одну сторону. Я ударил. И опять. Отвечаешь. Раз. А потом уже ушел. Кидай. Я быстро сейчас делаю. Вот. То есть. Раз. Сюда. И сюда ушел. Так же с боковым. И ушел. То есть как будто я ударил. И на повторное перехожу. Давай попробуешь? Угу. То есть отдельно получается. Отдельно печень. Отдельно левый боковой. И печень-боковой связка. Да-да-да-да. Это что-то хорошо. Попадает точно, нет? Нет. Отбил руку. Молодец. Хорошая косяшка. Там еще перчатки сбиты. Вообще сюда. Вот. Ниже. Сейчас точно она? Нет. Замок. Попробуй с подседа. Сложнее будет, наверное. Вперед. Садишься. И два боковых с любой руки. Какой тебе удобно. Раз. Два. Сразу два боковых. Два. Левый, правый или правый. То есть ты подсел. Раз-два. Или подсел с этой ручки. Не пойдешь. Старайся без замаха. Смотри. Когда подсед. Если ты с левой руки начинаешь. Ты чуть-чуть голова у тебя получается. Вот чуть-чуть сюда. То есть ты ровно, но немножко отсюда загружаешь. Если с правой, то ты наоборот сюда получается. Да. Хорошо. Вот, отлично. Сейчас точно ударил. На печень. Уклоняешься. И посмотрите. Делай тут сюда немножко вперед. И посмотрел. И ударил. И опять сюда же ушел. То есть сейчас здесь остался. И когда ты чувствуешь, что уже посмотрел там, может несколько раз. Потом спокойно ушел куда. Не торопясь. То есть. Вот. Вот. И здесь же остался. А потом когда надо ушел. Не назад, а в другую сторону. Смотри. Я получается вот здесь. Оп. Сюда пробиваю я плечом. А потом сюда. Сразу. То есть вот центр. Я на центре не остаюсь. Сюда. Или сюда. Раз. Назад вышел. Да. Теперь сюда. И назад. Да. Ну теперь попробуй печень и уйти. Два раза печень и уйти туда. Медленно. Раз. Раз. Вот. Что-то такое, да. Примерно. Смотри отсюда, Женя. Можно сделать стречник отсюда. Так же вот я бью. И ты можешь стречник левой рукой. Прямой сюда, да. Попробовать. А голова куда? В сторону. Ага. Ты уходишь с линии атаки в сторону. Да. И вот теперь попробуй просто все защиты и только вот этот левый. Жёстче. Точнее. Вот. Ты каждый раз можешь. Вот. Вот ты сейчас дистанцию подобрал. Видишь? Подделал правильно уклоны. Вот. Вот он. И теперь такой встречный. Штыковой. То есть в другую сторону. С линии атаки уходишь. Медленно сделай. Не-не-не. Левой рукой. Только ты уклонялся туда. Угу. А теперь уклоняешься сюда. Да. Как бы поворачиваешь туловище. Он такой вроде как полу снизу. Но он идёт вперёд. Да. Вот сейчас попробуй. Делаешь защиты. Делаешь раз этот. Раз туда. Угу. Сам выбираешь. Да. Сам. В любом. Одиночный. Один сделал. Да. И так, чтобы сильно получалось. Вот сравнивай сейчас. Вот здесь хорошо. Вот. 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 Сразу удары. Видишь? По-другому. Потому что ты правильно работаешь корпусом. Нет? Это уже печень почти была. Солнышко. Вот. Хорошо. Вот. Хорошо. Вот. Встречный. И вот такой арсенал получается. В принципе. Ну, любые связки. Каждый тренер сам выбирает, какие ему нужны связки. И уже от этого может ограничить определённое работать. Ну, здесь стали. Если это делать каждый день, там, ну, по четыре, по пять раундов. Можно и больше, да. Можно там всю тренировку потратить. Когда ты вот, вот, становится естественна вот эта работа. Многие говорят, как работать корпусом. Чтобы боксёры, там, мастера вот так вот там двигаются, защищаются. Здесь всё это отрабатывается. Технику ударов лучше до этого уже поставить. То есть, здесь уже не место отработки ошибок, постановки кулака и так далее. Здесь. Это мы просто сейчас забежали вперёд, но сюда надо приходить уже работать именно корпусом, а техника удара должна быть поставлена. Правильно? Да, да, да. Всё правильно. Потому что я должен понимать, что я уже делаю. То есть, я должен знать удары снизу, должен знать удары сбоку, правильно держать подставочки, защиты, кулак. А здесь идёт только корректировка. То есть, когда-то я уклоняюсь там, где-то не закрываюсь, где-то там замажет, обью. Здесь можно корректировать, но человек должен уже, у него техника должна быть настолько, чтобы ты ему сказал, и он уже исправился. Чтобы не так, стоп, давай опять исправляться. Это будет двойная работа опять. Поэтому всё это шлифуется, а здесь уже это, это уже, как сказать, не обучение, а тренировка уже приёмов. То есть, уже закрепление, скажем так. И здесь уже задача такая, чтобы техника, она автоматизировалась, что ты уже не думал о том, как держать и, по идее, куда бить, потому что ты должен уже, в начале ты думаешь о том, чтобы точно сюда, точно сюда, а потом ты должен дойти до того, что ты должен думать о тактике. Угу. Какие связки сделать, повторную, одиночную, как обмануть партнёра, как сделать влево-вправо, какие сочетания так. То есть, я пробую различные, я взял, попробовал снизу боковой, потом уклонился там снизу сбоку, или там печень боковой, потом по корпусу опять работа. И я для себя могу найти какие-то сочетания, то есть, для меня, например, удобно будет там снизу потом по печени ударить, да, какая-то, может она станет коронкой со временем. Для кого-то другое сочетание, например, начинать боковые там, в зависимости там от своего там кондиции там. То есть, каждый может уже найти, но это надо пробовать, вот эти сочетания, и ты уже обыгрывая, понимаешь, что тебе подходит. Или же тренер конкретно, у нас вот такие комбинации, мы их там доводим, и неважно какого-то там склада, мы это будем делать железно. То есть, тупо там отрабатываем одни и те же связки. Я еще раз повторю, что в спарринге долго не закрепиться на средней, на ближней дистанции, и ты так не сможешь отработать. И я долго об этом думал, как к этому подойти, как вот отработать среднюю дистанцию или там ближнюю. И потом вот пришел к этим упражнениям, они реально позволяют. Постоянно здесь полу спарринг получается, в принципе. Вот. Потом это можно делать уже и в движении. Уже когда это хороший уровень, то же самое. Только я уже не стою, а я уже хожу с прямой рукой, а он все то же самое отрабатывает. Ну давай сейчас, ты будешь ходить, с подставочки держишь, и вот здесь уже. А он дальше не стоит. То есть, я уже... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже и получается практически такой хороший бой. На лапах, да, тренер там вот работает персонально. Эту связку, эту связку, потом давай и движение поработали. А здесь с партнером можно делать все то же самое. Практически даже то, чего нельзя делать на лапах. Какие-то вещи. И хорошее получается такое, по мой взгляд, упражнение. Вот. Мы делали дальнюю дистанцию. Сейчас средняя дистанция, потом ближняя. Потом есть еще варианты все это объединять вместе. И уже как это сочетать. И уже получается, когда со стороны смотришь. То есть, картинка, когда человек делает. Кажется такое, что какой-то уже как спарринг такой идет. Такая наработка. А это конкретное вот упражнение. То есть, каждый здесь у нас обыграли. Дебют здесь, дебют здесь. Потом соединили. Получилась уже красивая партия. Вот. Важно, что здесь. Важно не фантазировать. То есть, нужно брать конкретные вещи. И конкретные вещи делать. То есть, конкретные связки. Если вы начнете сразу менять это все. То есть, у вас получится бардак, сумбур. То есть, не надо. Можно вот взяли вначале две связки. И просто поделали только эти две. Одну поделали, отдельно вторую. Потом соединили. Потом добавили третью. Опять попробовали их в любых сочетаниях. Многие ребята начинают. У них начинаются фантазии. Там, какие-то одиночные боковые. Там, которых вот нет. То есть, если тренер дал задачу. Вот, вы выбрали для себя. Только, например, снизу сбоку. Значит, только снизу сбоку. А не наоборот. Потому что здесь, ну, весь арсенал можно. Но чем уже арсенал, тем его легче прокатать. Взяли вы три связки. Значит, вы быстрее их доведете до автоматизма. А если вы взяли сразу 50 вариантов. Это будет очень долго. Ты же сам говорил, что надо вначале изучить, как можно более широкий арсенал. А потом уже, когда ты дошел до определенного уровня, ты уже выберешь свои коронки и сузишь его. А сейчас ты сам себе противоречишь. Нет, все правильно. Все правильно. Арсенал расширяется. Но уже, я же говорю, взяли одну. Потом добавили вторую. Добавили третью. Идет расширение арсенала. Это уже, Женя, немножко. Мы говорим про упражнения. А мы с Женей разговаривали про многолетнюю подготовку. Что вначале сначала, чтобы подготовить спортсмена, ему расширяется арсенал. Ему дается много приемов. А потом он уже отбирает для себя наиболее подходящие к нему приемы и начинает сужать. И уже мастера, у них уже остается несколько приемов коронных, несколько связок, которые они уже делают против всех. То есть они уже не делают арсенал. Мы про это говорим. Но вначале идет расширение. Одно, второе, третье. Если сразу взять, ну это как дом. Сначала там один кирпичик, второй. Если мы наложим все кирпичи, потом не разберешься просто какой-то откуда. Проще. Просто это, опять же, боевое мышление. Проще думать, когда две-три связки. Проще думать, когда пять, а не десять. Вот. Что здесь еще развивается? Здесь чувство дистанции развивается. Оно, причем, развивается непроизвольно. Некоторые говорят, как развить дистанцию, там, как почувствовать, как вот принимать удары, не бояться. Все это здесь есть. Причем, вы об этом не думаете. Поскольку дистанция, она сама подбирается. У вас задача, получается, точно попасть там. Правильно уклониться, быть рядом. Делать правильно. И вы сосредотачиваете на этом, а тело само подгоняет. Потому что, чтобы точно ударить и сильно ударить, вам нужно правильно подойти. То есть, чтобы правильно принять удар, если вы стоите как-то не так, вас будет качать, да. То есть, вы видите удары. Даже вот стоя, когда я работаю тренажером для партнера, я вижу все его действия. То есть, у меня начинается анализ, и я уже понимаю, я начинаю видеть удары. Вначале, даже кто-то писал вопросы. А как видеть удары? Как вот не бояться ударов? Вот простое упражнение. Работайте с партнером. Вы видите все его атаки, вы привыкаете реагировать. При этом он вас не бьет. Но этим упражнением полностью не заменить спарринги. Потому что, если я так привыкну все время работать, то меня будет бить по голове. Я буду так держать. Естественно, что периодически нужно делать боевые защиты. Насколько чаще сочетание должно быть вот этих учебных упражнений и боевых, это уже зависит от того, какой ваш уровень. Чем выше уровень, тем можно больше переходить уже на боевые защиты, насколько позволяет партнер. Просто ваша задача отработать как можно больше в этом. Если я с партнером, у меня хороший партнер, я могу с ним реально... То есть мы там работаем, я тут могу все святки, он может держать, не отвечать, не там спокойно работать. Тогда мы можем и боевые делать. Стать в ринг, здесь у ганатов постоял, я дал себя побить, он дал побить. Если такого уровня нет, то как раз вот учебные вот эти, они заменят то же самое. О, получается. Значит, нам осталась, я понимаю, ближняя дистанция. Ближняя и еще работа с ногами. Там еще есть, это как вот супердальняя дистанция. А потом это как это все объединить. Так что, друзья, подписывайтесь, если хотите увидеть продолжение. А кто к нам недавно присоединился, напоминаю, что в описании видео внизу на ютубе, мало ли вы смотрите где-то в других местах, в описании видео на ютуб вы увидите ссылку на все уроки Руслана. Там и грэплинг, там и ММА, там и физподготовка, и бокс. Так что подписывайтесь и смотрите наши уроки. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok